Всем привет, друзья, на связь Боба. Как видите, я в такой красивенькой форме терапевта. Почему? А потому что я теперь врач, и мы снимем обзор на врачей на проекте Амазинг РП на сервере Грин. Вот этот жесткий чел получает 100 тысяч рублей на любом сервере Амазинга, отпиши мне в ВК, чтобы забрать приз. А мы начинаем. А начнем мы с самого любимого и ради того, чего все идут на врача. Это деньги. На врач есть очень много вариантов заработать, и для меня это самая прибыльная организация на проекте Амазинг РП. На врачей в день можно делать примерно 1 миллион 500 тысяч рублей при активной игре. До обновления Амазинга можно было делать и больше. Первый способ заработать на врача это просто раздавая таблетки. В палате за одну таблетку врач получает 1500 рублей. И просто стоя в палате к вам будут подходить люди и просить вылечить вас. В палатах бывает не так скучно, ведь там всегда происходит какое-то общение с людьми. Сейчас можно сделать где-то по 300 тысяч рублей, если не больше. Вторым способом заработка являются выездами на вызовы от ботовы или от системы. Кстати, этот список лекарств нужен для вызовов, то есть оттуда нужно брать необходимые препараты. А узнать какая болезнь у человека, который вызвал скорую помощь, можно по этой книжечке. Здесь записаны все симптомы, болезни, травмы и т.д. Так вот, заработать на вызовах можно неплохо. 30 тысяч рублей платят за один вызов, а до обновления платили намного больше. Это 89 тысяч рублей за вызов. А за час на вызовах можно сделать 300-400 тысяч рублей. Еще есть третий способ заработать денег, и это даже, наверное, самый эффективный. Это лечить людей от всяких болезней. В пример я привожу, например, психоз, пищевое отравление и т.д. Лечение всей болезни стоит 250 тысяч рублей. Эти болезни лечат в основном гостники, которой нужна справка о выздоровлении. В час можно сделать вообще ничего или сделать 1 миллион. Все зависит от конкуренции в больнице. А она там очень большая. По автопарку сказать я ничего не могу, потому что здесь не такой уж большой выбор. Здесь есть только желтая машина и белая машина. И они по скорости практически никак не отличаются, и также по характеристикам. Также для того, чтобы очень быстро передвигаться сотрудниками единой службы спасения, есть вот такие вот белые вертолеты. Их всего два, и они доступны только за замначальником, а также самим начальником. У них также очень большая форма, и по скорости я не знаю, как они передвигаются, но, наверное, как обычный вертолет. Для каких-нибудь внеплановых или плановых проверок есть вот такие вот машины, то есть два кабанчика и два логана. А теперь давайте с вами подведем итоги. В этом видео мы узнали, что единая служба спасения – самая прибыльная организация на проекте. А заработать там можно будет только со звания терапевта и выше. А работать на пожаре постоянно – это просто невозможно и очень геморно. К тому же на пожарники платят очень много, и оставаться там долго я не советовал бы. Также я могу сказать, что работать постоянно в больнице очень надоедает, и люди там долго не остаются. А так, в принципе, организация нормальная, если идти туда, то только из-за денег. А на этом все. На связи был, как всегда, Бабаев. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok